В свое время я восхищалась картинкой. Представление об уюте нормального человека. Это тяжелые портьеры, вот такой ворсистый мягкий ковер, с одной стороны кошка, с другой стороны собака, у ног мягкое кресло, огромное количество цветов, в которых стоит у тебя книга. И, значит, там трубка или что-то еще, или там курящиеся какие-то благовония. И представление об уюта, аллергика или аллергологов по-другому. Это, знаете, стиль хай-тек, то есть эти кожаные такие вогнутые-выгнутые диваны, линолеум, эстампы на голых стенах и какие-то металлические штуки, которые заменяют вазы. И робот, который стоит у тебя там в ногах, который издает там мяуканье или гавканье, как хочешь. То есть, чтобы не было пушистого, мягкого, ворсистого, уютного, натурального. Вот все должно быть таким вот пластмассово-металлическим, легко обрабатывающимся. Можно, если он застеклен. Ну и сейчас такое количество электронной литературы всевозможное. С одной стороны, это нагрузка на зрение. С другой стороны, ну, мы же контролируем количество. Если есть возможность не ставить книжный шкаф в комнату ребенка, не ставим. Если между открытыми полками и закрытым шкафом, закрытый шкаф. Как часто надо пылесосить? Хотя бы раз в две недели. Причем уборка должна быть влажной, потому что иначе это взвесь, она вот, я имею в виду книги, шкафу. То есть надо убирать излишки, вот все это вот, что носится. Знаете, солнечный свет, когда солнечном луче, когда ты смотришь за воздухом в своей комнате, кажется, это только то, что мы видим. А ведь еще есть то, что мы не видим. Цветы никакие нельзя держать, потому что они цветут на земле. А на земле они, это почва. И мы, когда поливаем, мы увлажняем. И получается, что там у нас споры грибов. Дело не в том, что он на лое реагирует или фиалки не любит, а дело в том, что на цветах растут споры грибов, и они являются сильными аллергенами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова